Александр Яковенко дослужил до Академии Александр Яковенко дослужил до Академии Москва меняет посла в Великобритании 3. Газета «Коммерсант» номер 77 от 30 апреля 2019 года, СТР 3. Как стало известно твердый знак, в середине лета Россия сменит посла в Великобритании одной из ключевых стран с точки зрения внешнеполитических процессов в мире Занимающему этот пост с 2011 года Александру Яковенко источники твердый знак прочит должность руководителя дипломатической академии Имя преемника господина Яковенко пока не называется По данным твердый знак, им может стать глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин Как стало известно твердый знак, в российском дипломатическом корпусе намечается обновление которое повлечет перестановки и в центральном аппарате МИДа Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко этим летом завершает 8-летнюю загранкомандировку и возвращается в Москву рассказали информированные источники твердый знак Кто будет его преемником в должности посла одной из ключевых столиц, пока неизвестно На этот пост, по данным твердый знак, рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня за министра Руководителями российских дипмиссий в таких странах, как Великобритания, США, Франция Нередко становятся дипломаты, дослужившиеся до поста заместителя министра С этой позиции в Лондон в 2011 году уехал господин Яковенко По словам одного из собеседников твердый знак в МИД России На этот раз новым послом России в Великобритании вряд ли будет кто-то из замов Сергея Лаврова поскольку после инцидента в Салсбери отношения двух стран значительно ухудшились и эта позиция воспринимается как весьма токсичная Посол Британии в Москве Адели Скрипалей Попытках диалога и микробах Александр Яковенко работает в системе МИДа с 1976 года Занимал различные должности в управлении международных организаций Постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке Департаменте внешнеполитического планирования Департаменте международного научно-технического сотрудничества Департаменте по вопросам безопасности и разоружения Постоянном представительстве России при международных организациях в Вене Участвовал в работе многих сессий Совбеза и Генассамблеи ООН Генеральной конференции ЮНЕСКО Форумов ОБСЕ Переговорах по сокращению вооруженных сил и вооружения в Европе А также мерам укрепления доверия в Европе В сессиях Совета управляющих МАГАТЭ Российско-Американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству Встречах экспертов стран группы 8И Возглавлял российскую делегацию на межправительственных переговорах по созданию Международной космической станции С 2000 по 2005 год был главным спикером МИД России, возглавляя департамент информации и печати После этого получил пост за министра, на котором проработал до 2011 года Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла Как британские парламентарии хотят ужесточить политику в отношении Москвы Ранее стало известно о назначении нового посла РФ в Австралии по совместительству Вануату, Науру, Тувалу и Республики Островов Фиджи Григория Лагвинова сменит теперь уже бывший глава 4-го департамента стран СНГ МИД России, регион Южный Кавказ, Алексей Павловский Господин Павловский уже получил агриман от австралийских властей, а президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в начале апреля Алексей Павловский сказал твердый знак, что прибудет к месту службы в середине мая До назначения послом господин Павловский занимался Кавказом, а в 2011 году возглавил профильный департамент министерства Новым директором этого подразделения МИДа стал Денис Гончар, ранее работавший заместителем Алексея Павловского Господин Гончар в 2011-2018 годах был старшим советником, а затем советником-посланником посольства России в США С 2018 года работал заместителем директора 4-го департамента стран СНГ Елена Черненко, Владимир Соловьев